Глава шестая. Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он с корговоркой начал встряхиваясь, размахивая руками. — Тятенька, Мишка буянит, неестественно совсем. Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать. Посуду перебил и взорвал в клочья готовый заказ, шерстяное платье. Окна выбил, меня обидел. — Григория! Сюда идет, грозится отцу, кричит, бороду выдеру. Убью! Вы смотрите! Дед, упираясь руками в стул, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор. — Слышь, мать! — взвизгнул он. — Каков, а? Убить отца идет! Чу, сын родной! А пора, пора, ребята! Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый трюк в пробой и обратился к Якову. — Это вы все хотите, Варварина, приданное, сцапать? На-ти-ка! Он сунул кукиш под нос дяди. Тот обиженно отскочил. — Тетенька, я-то при чем? — Ты? Знаю я тебя! Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф. — Я же защитить вас приехал! — Ну! — насмешливо воскликнул дед. — Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-ка с лисе этой что-нибудь в руку! Кочергуха, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится, брат, бей его в мою голову! Дядя сунул руки в карман и отошел в угол. — Коли вы мне не верите... — Верю! — крикнул дед, топнув ногой. — Нет, всякому зверю поверю! Собаке ежу, а тебе погожу! — Знаю! Ты его напоил, ты научил! Ну-ка вот, бей теперь! На выбор бей! Его, меня! Бабушка тихонько шепнула мне. — Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михаил покажется на улице, заскочи сюда, скажи! Вступай скорее! И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу. Широкая она покрыта густым слоем пыли. Сквозь пыль высовывается опухлями крупный булыжник. Налево она тянется далеко, и, пересекая овраг, выходит на острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам, старый острог. В нем есть что-то грустно-красивое, внушительное. Направо через три дома от нашего широко развертывается Синай площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами. В одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее тухлый дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дедья зимой бросили в прорубь моего отца. Почти против окна переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками. Он упирается в толстую приземистую церковь трех святителей. Если смотреть прямо, видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов. Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью. Они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже вместе со мною ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного. Двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне. Густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью. Эти запахи всегда вызывают у меня уныние. Скучно. Скучно, как-то особенно, почти невыносимо. Грудь наливается жидким, теплым свинцом. Он давит изнутри, распирает грудь, ребра. Мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь. И мне тесно в маленькой комнатке под гробообразным потолком. Вот он, дядя Михаил. Он выглядывает из переулка из-за угла серого дома. Нахлобучил картуз на уши, и они оттопылились. Торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен. Одна рука в кармане клетчатых брюк, другую он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собирался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел. Но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака. Дверь визжит, дребезжат стекла. Я бегу вниз, стучусь в комнату деда. — Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая. — Ты? Ну? В кабак зашел? — Ладно, ступай. — Я боюсь там. — Потерпишь. Снова я торчу в окне. Темнеет. Пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее. В окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней. В доме напротив музыка. Множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют. Когда отворится дверь на улицу, вытекает усталый, надломленный голос. Я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором. Бабушка завидует нищему, слушая его песни. Она говорит, вздыхая. — Эх, я ведь благодатный! Какие стихи знает! Удача! Иногда она зазывает его во двор. Он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка рядом с ним слушает, расспрашивает. — Погоди-ка! Да разве Божья Матерь и в Рязани была? И нищий, — говорит басом уверенно, — она везде была, по всем губерниям. Невидомо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла. Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой? Почему дед и дядя не любили его, а бабушка Григория и нянька Евгения говорят о нем так хорошо? А где мать моя? Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былий, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах. Мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленные с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, то уж, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходил князь барыня Янгалчева вместе с Божьей матерью? И Богородица уговаривает мать мою, как уговаривала князь барыню. Не собрать тебе, раба жадная, со всея земли злато-серебра, не прикрыть тебе, душа алчная, всем добром земли наготу твою. И мать отвечает ей словами князь барыни, разбойницы. Ты прости, пресвятая Богородица, пожалей мою душеньку грешную, не себя ради мира я грабила, а ведь ради сына единого. И Богородица, добрая как бабушка, простит ее, скажет. Эх ты, Марьюшка, кровь татарская, ой ты зла беда христианская, айди пна по своем пути, и стезя твоя, и слеза твоя. Да не тронь хоть народа-то русского, по лесам ходи, да мордву узари, по степям ходи, калмыка гони. Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне. Меня будет топот возня, рев внизу, в синях, на дворе. Высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабачика, смешной черемесин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила. Он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и, наконец, он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор. Через ворота перекинули измятый картуз. Стало тихо. Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота. Раздается глупый удар точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками, из окон домов высовываются человечьи головы. У лица оживает, смеется, кричит. Все это тоже, как сказка, любопытная. Но неприятная, пугающая. И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка. Согнувшись, не двигаясь, не дыша, я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки. Но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюма. Господи, а ли не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй. Мне кажется, что в доме на полевой улице дед жил не более года, от весны до весны. Но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу. У Каширина их опять дерутся. Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде. Жители его в трепете. Иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан. Они забирались из оврага в сад и хлопотали там вовсю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины. Однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать. Полог, скамьи, котлы для воды. А печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму. Дед темный и немой стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разоряющих его добро. Бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала. — Миша, что ты делаешь, Миша? Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой должно быть недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. За бабушкой не угнаться в эти часы. А без нее страшно. Я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит навстречу мне. — Вон на нафема! Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю в тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку. Боюсь, что ее убьют. И кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою. Однажды в такой вечер дед был нездоров. Лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенце в голову, крикливо жалобился. Вот оно, чего ради жили, грешили и добро копили. Каб ни стыд, ни срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору. Срамно! Какие же это родители полиции детей своих травят? Ну, значит, лежи старик. Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь, пошел к окну. Бабушка подхватила его под руки. — Куда ты? Куда? — Зажги огонь! Задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он. А когда бабушка зазгла свечу, он взял посвечник в руки и, держа его перед собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко. — И, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый! Тотчас же в дребезге разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича. — Не попал! — Завыл дед и засмеялся или заплакал. Бабушка схватила его на руки точно меня и понесла на постель, приговаривая испуганно. — Что-то, что-то, Христос, с тобою! Ведь этот-то, Сибирь ему! Ведь разве он поймет в ярости, что Сибирь! Дед дрыгал ногами и рыдал сухо-хрипуче. — Пускай убьет! За окном рычала, топала, царапала стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела. — Ах ты, окаянный! В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сене дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь. А за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрикольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя. — Пустить вы меня к нему дать слово сказать! Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовой соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякующим голосом. — По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо! Рядом с дверью в стене было маленькое окошко. Только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала. — Миша, Христа ради, уйди, изувечь от тебя, уйди! Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое. А вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть. — Миша, беги! — А-а-а, мать! — страшно взвыл дед. Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя, и тотчас, как грязь с лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюм и подошел к бабушке. — Кость цела? — Ох, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глаз. — А с ним что сделали, с ним? — Ой, мисс! — строго крикнул дед. — Зверь, что ли, я? — Связали, в сарае лежит, водой окатил я его. — Ну, зол, в кого бы это? — Бабушка застонала. — За костоправкой я послал, ты потерпи, — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. — Изведут нас с тобою, мать, раньше сроку изведут. — Отдай ты им все. — А Варвара? — Они говорили долго. Бабушка тихо и жалобно, он крикливо, сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее был не видно, она едва двигала ногами, шаркая по полу клюквою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу. — Пошла вон! Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова